Друзья, впереди Новый год, и к нам в соседский вай-фай пожаловал Дедушка Мороз. Здравствуй, Дедушка Мороз. Здравствуйте, здравствуйте, ребята, здравствуйте, мои хорошие. Дедушка, ну у нас традиция, подарки в музее соседского вай-фая. Что ты, Дедушка Мороз, в этот раз нам принес? Где наши подарки? Что я принес, останется пусть маленьким секретом. Подарочки под елочкой лежат, вас дожидаются. Ну а вы работайте, друзья. Работайте. Все, Саша, придется работать, Дед Мороз сказал. Поехали. Поехали. Работать так работать. Работаем. Губернатор Нижегородской области завел аккаунт в Инстаграм. В Сарове завершается год театра новой постановкой, и интерактивная карта Нижегородской области запущена в сети интернет. Это соседский вай-фай, обсуждаем самые интересные события, прошедшие на неделе, на наш взгляд. С вами студия Александр Самофал. И Петр Смирнов. Здравствуй. С наступающим Новым годом. С наступающим Новым годом. И подключаемся. Да, подключаемся быстрее, быстрее, быстрее. Так, Александр. Программа «Соседский вай-фай» в основном про новости из мира, так сказать, интернет. В основном будем говорить так. Глеб Сергеевич Никитин, наш губернатор, подвел итоги уходящего года. Я уже успел подписаться. Сколько сейчас подписчиков примерно было? Там уже практически 2 тысячи. То есть, очень быстро, конечно же, набрал себе подписчиков. Понятно, может быть, он и не сам ведет этот Инстаграм. Ну, в силу занятий, да, естественно, понятно. Там наверняка какой-нибудь пресс-секретарь. Но самое важное. Комментарии открыты к публикациям. То есть, можно вести диалог. Можно, в принципе, вести диалог, писать комментарии. И там уже многие пишут, приглашают в тот или иной район. Ну, в общем, я думаю, идея хорошая, правильная. Любой современный человек, в том числе губернатор, будем говорить, он достаточно современный человек, молодой. Что-нибудь скажешь обо мне, у меня нет Инстаграма. У тебя нет Инстаграма. Не знаю, меня как-то много лет назад взломали, и я что-то лень была. И так хорошо живет. Короче, потерял доверие к системе. Да и хорошо, вроде живется, и не надо вот это времени листать страничку. Вторая новость. С того же отчета губернатора запущена интерактивная карта Нижегородской области. То есть, каждый может зайти, найти свой город, район, поселок, и посмотреть, какие проекты реализуются на территории того или иного муниципального образования. То есть, они все разбиты как геотегами. Ты на него нажимаешь, и у тебя вываливается колоночка, значит, с тем, что там реализовано. Или будет реализовано, или планируется, или еще и находится в работе. А какая вот от людей обратная связь? То есть, мы можем как-то голосовать? Да, там есть кнопка обратной связи. Ты можешь оставить через портал правительства Нижегородской области, направить как бы официальное обращение. То есть, сразу эта форма ведет тебя на официальное обращение к органам власти. То есть, там же и жалуются. Власти. Можно жаловаться, можно, наоборот, говорить, как хорошо молодцы, что все сделали. Там есть фотографии на каждом объекту. И вот очень важное замечание, так как мы с тобой часто в последнее время наши национальные проекты обсуждаем. Не год театра, а год национальных проектов. По сути, да. Они же были запущены в этом году. Поэтому первый год подведения итогов. Так вот, так как портал интерактивный, ну, с обратной связью, то, в принципе, можно оставить любой комментарий, да, или обращение в правительство Нижегородской области. Но из него мы узнаем очень важную информацию. Там есть фильтры, то есть, для поиска того или иного проекта. Ты можешь, например, отфильтровать все работы в рамках национального проекта. Любого. То есть, например, спорт хочу, да, это посмотреть? А вот спорт, там, да, по национальным проектам выбираешь национальный проект, там, спорт, норма жизни или здоровье, и у тебя на всей карте Нижегородской области отображаются все объекты, которые по этому нацпроекту реализуются. Что я сделал? Я, значит, зашел вот в эту вкладку нацпроекты, выбрал национальный проект «Формирование комфортной городской среды», и парк и лыжная база отобразились на карте Сарова, как статусе «Завершено». Ну, то есть, завершено. Все завершено? Все закончено, все выполнено. А кто подтверждает, то есть, это весь в области, да, кто-то должен? Ну, кто-то же, наверное, да, как-то эту информацию загрузил на этот портал, и как-то, наверное, ее, я надеюсь, проверил. Вот. Вы, дорогие телезрители, сами можете сходить, карта 52.рф по-русски набирайте, и ищите там Саров, смотрите, там, завершено. Потом, так сказать, идете гулять в парк, на лыжную базу и сравниваете. Может быть, это карта будущего? Может, она при... карта предсказаний. Карта предсказаний. Да, что завершено будет. Ну, будет. Да. Точно, точно, предсказания. Да, наверное, предсказания. Ну, 6-й Новый год скоро, поэтому... На самом деле, очень много спорили над тем, является ли парк проектом по национальным проектам, такая тавтология, ну, куда деваться, или не является. И до сих пор некоторые, даже в администрации уверены, что реконструкция парка не в рамках формирования комфортной городской среды, хотя я бы уже прямо на скомину набил, говорить, что, ребята, есть паспорт проектов, утвержденные советом при президенте. Вы выше документа не найдете в рамках этих работ. Там все это показателем записано. Все 80 проектов по конкурсу малых городов и исторических поселений в 2019 году записаны как показатель в рамках жилья и комфортной городской среды. И опосредованно нам сайт под эгидой правительства Нижегородской области говорит, что да, парк тоже по фильтрам находится как национальный проект. А вот мне, вернемся к губернатору, мне идея. То есть, помимо Инстаграма, там обычно какие-то розыгрыши проводят. Каким, в принципе, может розыгрыш Глеб Сергеевич провести какой-то... А почему бы и нет? Да. Надо подкинуть идею. Ему, кстати... Да, проведите какой-нибудь конкурс там. Кто больше там... Кто придумает... Приглашение на новогоднюю елку, например, в Кремле. Да. Ну, как вариант. Ну, как... Да, такой вы почему... Среди подписчиков. Оставь поздравления с Новым годом для нижегородцев, и мы вам разыгрышем. Вот хорошая идея. Можно, я не знаю, там, голосование открыто делать. Нравится ли вам тот или иной глава... По сути. ...муниципального города, как бы, и голосование там. Кто больше... Давайте, это, пилотный проект. Наш Саров всегда в пилотной зоне находится, всегда где-то впереди, да? Давайте пилотный проект, вот прям голосование, да. Нравится или не нравится? Ну, что, социология. Главное, чтобы этот контент не испортился, как в плане, что вот сегодня смотрите, что я завтракаю, как это люди делают. Чтобы футблогером не стал внезапно. Да, 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 да. С Новым годом, друзья, с новым счастьем! Мы с Дедушкой Морозом вышли на улицы города, чтобы поздравить горожан с самым ярким, самым волшебным и самым любимым праздником Новым годом. Пойдемте узнаем, как они будут его отмечать и какое настроение. Как настроение? Ну, почти предновогоднее, еще бы снега немножко. Дедушка Мороз, поздравайся! А тогда давайте вместе наколдуем, чтобы все, кто у нас пришел. Раз, два, три. Дед Мороз, снежка нам подарит. Исполнится, распозор зажегся, исполнится. Давайте поздравим всех сыровчан с праздником. Поздравляем всех сыровчан с праздником, с Новым годом. Счастья, здоровья, всего удовольствия. Поздравляю всех с Новым годом. Желаю счастья и здоровья. Всех с Новым годом. Счастья, радости, успехов. Поздравляю всех сыровчан с Новым годом. Желаю успехов, счастья, чтобы все мечты сбывались, как главное здоровье. Поздравляю всех сыровчан, здоровья, мира и добра. Ну, сыровчанам в следующем году я пожелаю как бы успехов, ну, счастья, хорошего настроения. И чтобы в следующем году все ваши пожелания обязательно исполнились. Если не исполнился в следующем, то в следующем обязательно исполнились. Так что, чтобы все было у вас хорошо. С новым вас 2020 годом! Что пожелаем? Наверное, хорошего настроения. Да, и хороших оценок на сессии. На елку, ой-ой-ой, Дед Мороз пришел в живой. Ну и Дедушка Мороз. Что за щечки, что за нос, борода-то, борода-то, а на шапке-то звезда. Идете чудо? Ну, чудо, наверное, все люди всегда ждут. Начинать с самого детства до самой старости. Только вот будет оно или нет? Раз, два, три, Дед Мороз желания исполнят. Ну что ж, дорогие мои друзья, желаю вам самого крепкого здоровья и почаще улыбаться. А все ваши проблемы, которые возникнут в течение года, отсылайте их ко мне, Великий Устюг. Там-то я с ними и договорюсь. С Новым Годом! Ну и что, давай тогда к нашим проблемам. Так, страшно звучит. У нас Новый Год на дворе. А снега нет? Ну да, и это плюс. Это большой плюс. Это и строителям помощь. А, ну это только плюс строителям. В новогоднем настроении, там его так и... Нет этого снежка. Бегать не по сурову, не по подаркам. И не будет. Не будет волшебства, не будет снега. Не будет все? Парагноз плохой. Не будет до Нового Года снега. Ну вот. Забудьте. Плюс в том, что, конечно, не надо чистить дороги и лед сошел, на котором... А, люди радуются, да? Да, поэтому вроде как ходить удобно. С утра, с 5 утра выбегают, смотришь, снег нет, можно еще поспать. Да, поэтому машины чистить не надо, дороги чистить не надо. Ну это вот плюс, да, машины чистить не надо. В принципе, плюс. Но, он рано или поздно будет, и так или иначе, дороги города и зимой, и летом... И как всегда, это будет неожиданно, потому что зимой и снег, это в принципе, это нонсенс. ЧП, мы с тобой уже обсуждали, что это всегда ЧП. Это неожиданно. Это всегда форс-мажор. Да. Это не гарантийное обязательство. Ну, поэтому... В общем, история какая? В этом году дороги обслуживал ДЭП, в следующем году ДЭП дороги обслуживать не будет. Не хочу, не буду. Не хочу, не буду. Не хочу, да. Это вот из той серии, что не хочу. Администрация города Сарова провела открытый аукцион. Аукцион – это ключевое слово. Аукцион – это значит, что кто меньше денег даст, в смысле цену назначит, тот и будет, собственно говоря, победителем. В аукционе. Обычно аукцион там кто больше называется. Ну, это если ты продаешь. Ну да. А если ты заказываешь какие-то работы, соответственно, кто по цене меньше, тот и победил. Аукцион выиграла некая фирма, называется Магистраль Строй. Магистраль Строй. Одно слово. Давно она у нас вообще? А вообще она у нас с 2017 года в Сарове зарегистрирована. В Кабону Курчатова она зарегистрирована, уставный капитал 10 тысяч рублей, в учредителях одно физлицо Косарев Роман Владимирович. И в штатной численность три человека вместе с директором. Транспортным налогом они не платили в прошлом году, поэтому техники у них, скорее всего, нет. Ручками. А посредством. Ручками, все, лопатками. Поэтому спрашивается вопрос, какую цену предложила фирма Магистраль Строй? Вопрос, да. Что сразу берем? Берем, да. Какую цену? Начальную максимальную цену до копейки. Так. То есть вот ровно та цена, которая была максимально установлена администрацией на этом аукционе, по этой же цене они его и забирают, этот контракт. И так получилось, что они были единственными участниками этого аукциона. А, ну все понятно. По начальной максимальной цене. И какая она? 122 миллиона, если я не ошибаюсь, что-то там 600 тысяч где-то вот так. И 32 копейки. Да, и 200 рублей ровно. Там с нулями в конце. Ну вот все до нуля, прям точно до последнего рубля, не рубля вниз, забирают. То есть фирма получает эти деньги и свои... Нет, они, конечно, выполняют работу, потом им за это платят. Вопрос, как они эти работы будут выполнять. И, конечно, нам глава администрации уже на своей пресс-конференции признался, что, конечно, они будут брать ДЭП на суп подряд. У меня вопрос, а почему ДЭП сразу не участвовал в этом аукционе? Традиционно, это его конкурс, его аукцион. Может, не увидели? Пропустили, да? Надо Инстаграм тоже заводить. Проглядели. Да, и там объявляется аукцион. И прям в Инстаграме, не входя ни в совещание, ни в кабинете, прям... Я бы, наверное, тоже поучаствовал, если так можно было, да? А что, так было можно? Что, реально? То есть я могу зарегистрировать предприятие? Может быть, и в окружении нигде не описывалось, что конкретно какое. Так в том-то и смысл, что это аукцион. Это вопрос только цены. На такие работы надо проводить конкурсы. Конкурсы с конкретными условиями. Что должна быть техника, должны быть люди, должен быть опыт выполнения работ соответствующих. С другой стороны, да, наверное, какая-то должна была характеристика, что действительно мы там этим занимались, а не вот я пришел. Ну, хотя бы наличие техники. Да. Ну, хотя бы наличие техники. Смотрите, вот фотку. Хотя бы фотографию, наверное, показать, что вот на складе сфотографировал, вот кредит взял на... Влизинг, влизинг. Да, влизинг взял на снегоуборочную машину. То есть, получается, ДЭП все равно будет работать, но... ДЭП все равно будет работать, причем это признал глава администрации, сказал, что, конечно, ДЭП мы будем привлекать нас подряд, но при этом он немножко заблуждается. Потому что пытаются увести нас в сторону некой фирмы-магистраль, которая в свое время занималась строительством у нас в городе. Что вроде как уважаемая фирма, что она много сделала в городе. Такого отношения фирма-магистраль к фирме-магистраль-строй не имеет. Это двоего разных? Это две разных юридических лица, две разных организации. И они между собой связаны только одним, бывшим директором, Косаревым Романом Владимировичем. То есть, музыки из криминальной России не хватает. А Пальви директор, которого в январе этого года уволили из фирмы-магистраль, за два года до этого зарегистрировал фирму в Сарове. Так. И теперь он идет на конкурс по очистке улиц, по содержанию дорог в городе Сарове на 122 миллиона, не имея ни штата, ни техники. Может, мы просто технику не знаем, может, она есть. Он будет генподрядчиком, он заберет свои генподрядные, на минуточку, минимальные генподрядные 5% при вот таких контрактах. То есть, просто так за год 6 миллионов, в общем, бы и нет. Хорошая бизнес-схема, мне тоже нравится. Неожиданно, как все там происходит. Неожиданно, да. А теперь смотри, внимание, вопрос, почему ДЭП не участвовал в конкурсе. Ответ. ДЭП подавал заявку на этот аукцион. А, подавал все-таки. ДЭП подавал эту заявку на этот аукцион. Но участник на аукционе был один при подведении итогов. И у меня вопрос, уважаемый. А почему ДЭП отозвал заявку? Вот это тут вообще... И можно снимать. И теперь бьется следующая тема. Вот представь, ты директор коммерческой фирмы. И хочешь... Хорошо, мне же страшно. Тебе аж в подброни сшел. Ну, сейчас какие-нибудь опера забегают, да? Вот это гендиректор коммерческой фирмы. Нет, нет, не я, мне просто... Это роль, роль, мы просто... Да, вот примерь на себя роль, раз уж год театра подходит к концу, генерального директора коммерческой фирмы малого микропредприятия. Так, ну... Ты хочешь поучаствовать в конкурсе и видишь, вот, хороший конкурс, я умею убирать и содержать дороги. Я буду подавать заявку на этот аукцион. В последний день подачи заявок подаешь заявку по начальной максимальной цене. Спрашивается, на что ты рассчитываешь? Директор коммерческой предприятия. На что ты рассчитываешь, подавая заявку на аукцион по начальной максимальной цене? А, ну да. А можно менять, как на аукционе это обычно? Цифрыки поднимают? Не, не, он электронный. То есть ты подаешь через площадку, через интернет, ты никуда не приходишь, потом уже конкурсная комиссия... Я вижу, какие другие цены, да, называют? Ты не видишь цен. А, не видишь. Ты только видишь порядковый номер своей заявки, и ты увидел, что ты уже номер три. То есть спрашивается, на что ты рассчитываешь, когда ты начальную максимальную цену на аукционе ставишь, где торгуется ценой. Соответственно, рассчитываешь ты только на одно, что ты будешь единственным участником в этом аукционе. И этот расчет сработал. Понятно. Гениальный Косарев Роман Владимирович. Просто гениальный бизнесмен. Ну... Остается задать один вопрос. Кто стоит за Косаревом Роман Владимирович в администрации города Сарова? Вот так вот у нас неожиданно новогодняя программа в расследовании какое-то. Причем, знаешь, это не расследование. Это все в открытом доступе. Вся информация. Мы просто рассказали. Я просто рассказываю то, что реально каждый из вас может пойти в интернет и посмотреть. Ну, с другой стороны, мы же не знаем. Вдруг все хорошо будет чистить. Прям вот. Идеально. Да, я очень... Вдруг там какие-то новейшие технологии, как... Волшебство называется. Ну, импланетные. Как вот сейчас, да. Волшебство. Может, они уже работают. Может быть. Он говорит, чтобы уж в праздники нам не выходить, не чистить, давайте-ка мы это... И снега нет. Вжух, и снега нет. Или купол накрыли просто. Может, на купол там нападал все, это уже снег. Он может есть. Просто его там надо проскнуть где-то сверху, и все сразу пойдет. Может, как под куполом есть такой у Симен Кинга. Да, кстати, есть такой. Может быть, так как-то есть. Мы же не знаем, действительно. Может, правда, что... Как мы думаем, шаман какой-то есть, который ходит, может, какие-то шаманские знания. Отвечая на твой сарказм, скажу, что, конечно, есть ГОСТ по содержанию дорог. То есть они обязаны будут этот ГОСТ выполнять. Неважно, кто это, коммерческое или муниципальное предприятие. Должны выполнять ГОСТ по содержанию дорог. То есть, соответственно, из этого ГОСТа и будет вытекать их обязанность. Но и оплата, соответственно, выполненных работ. Раз, два, три, елочка. Гори, думали жители поселка за полярной подворку той, глядя вот на это. Новогодняя красавица вдохновила людей лишь на негодование в соцсетях. Мэр сказал сорян и пообещал исправиться. В Красноярске детям, чтобы попасть на губернаторскую елку, пришлось пройти медосмотр и сдать разного рода анализы на разного рода паразитов. Ну, а в самом деле, мало ли что. Шестилетняя девочка нашла на рождественской открытке просьбу о помощи от заключенных, работающих в Китае. Мы заключенные иностранцы в китайской тюрьме Цинпу в Шанхае. Нас принуждают работать против нашей воли. Пожалуйста, помогите нам и сообщите правозащитникам. Было написано на открытке. Торговая сеть уже приостановила сотрудничество с китайской фабрикой. Что будет с рабочими, неизвестно. Как сообщает канал Лепра, в Ростове-на-Дону к Новому году елки украсили не блестящими шариками и сверкающими гирляндами, а колючей проволокой. Еще бы ток пустить и точно не украдут. А в Красноярске аниматоры в костюмах слона, свиньи и собаки каждый вечер танцуют в парке, но на праздник никто не приходит. Как сообщает канал Лента, в соцсетях эту вечеринку называют самой грустной новогодней программой в России. Местные жители в комментариях к видео уже пообещали прийти на ближайшие мероприятия и поддержать выступающих. Ну а на студии появился актер Саровского драматического театра Евгений Цапаев. Женя, рад тебя приветствовать. Ты у нас второй раз, поэтому правила ты знаешь. Вступающим Новым годом. Да, я тут заступающим. Вступающим, да-да-да. Правила ты знаешь, вводи пароль к Wi-Fi, подключайся. С прошлого раза не остался, мы обновили тебе пароль. Ага, хорошо. Он звучит следующим образом. Йорик. А, чудесно, все. Чудесно. Включаем Йорик. Все. Орик. Все, Орик, я знаю, как пишется, да. Все, подключился. Да, все. Ну, Женя, я правильно понимаю, я правильно понимаю, у нас год театра в этом году. Закончился почти. Закончился практически, ввод, несколько дней остался. Ну да, да. Чем вы его завершаете? Ну, конечно же, традиционно, каждый год мы завершаем новогодней сказкой для ребят. В этом году это летучий корабль, замечательная сказка, приходите все, очень красиво. Летучий корабль, это где? Трубадор, да? Трубочист он. Трубочист он, да. Там полкан, водяной. Во, да, водяной, я понял. Вот, все, бабки-ешки. Он будет идти в новогодние праздники. В новогодние праздники, да. 3-го, 4-го, 5-го января, не по разу в день. Где афишу можно посмотреть, где узнать? Вся информация на сайте, в соцсетях. Так, понятно. На афишницах городских. А вы татуировки хной не набиваете афиши где-нибудь здесь, чтобы в автобусе ехать, можно было? Прочитать расписание спектаклей. А, ну, развернитесь, пожалуйста, вот так. Расписание до декабря. Мне на 20-е число посмотреть. А, на 20-е это здесь, практически. То есть новогодняя сказка. Новогодняя сказка, да, как всегда, будет Дед Мороз, который, конечно же, будет поздравлять деток. Подарки, самое главное. Ну, самый главный театральный подарок, это сказка, все-таки. Все-таки, да. Да. Бесплатная сказка? Платная? Ну, для детей бесплатная, для родителей, конечно же, билеты нужно купить. Ну, и, конечно же, там будут уже полюбившиеся сказки, даже нашумевшие в год театры наши Алиса и Белоснежка. Если кто не знает, Алиса попала в лонг-лист национальной премии «Золотая маска» в области театрального искусства, и Белоснежка попала в неконкурсную программу. Белоснежка попала к «Семи гном». Мы их повезем в Москву. То есть, как просто «Белоснежка»? Не «Белоснежка» и «Семь гном». Нет, «Белоснежка» и «Семь гном». Да, все, мы теперь вообще не выходя из дома на волне 21 века. Ну, вообще, здесь сейчас, мне кажется, заставляем чуть ли не жиреть, да? Всю дом можно. Сидеть в тапочках за столом, кушать чипсы и купить билет. Ну, да. А как же вот это общение с вахтерами, с билетчицами? Ну, это на входе как бы она остается. Она остается все-таки. Ностальгия, она должна присутствовать. А то поставят эти электронные турникеты со штрих-кодами. Вообще, да, уже вообще, все людям вообще работать. А можно онлайн-театр вообще организовать просто? Вообще, трансляции, да, продавать. Ну, как тебе, все? Можно еще VR-трансляцию, например, замутить. То есть, просто одеваешь VR-очки и как будто вообще сидишь в театре. Да, в Москве в Театре нации скоро выйдет у них спектакль первый. К сожалению, актеры в отпуске, но будьте добры, посмотрите. Слушай, ну, вот, то есть, у нас Москва, понятно, мы с тобой уже говорили об этом, она всегда впереди. Да, у них-то. А вот... И денег побольше. Хотел вопрос задать, чем запомнился этот сезон, ну, по сути, год театра? Что хочется вспомнить прямо вот такого, прямо яркого? Потому что я сходил в театр в этом году. Я тоже был. Очень много было всего. Ну, во-первых, мы же встретили год театра в юбилейном сезоне. Получилось так, что у нас... Наложали. Год театра длился полтора года, а не год, как у всех. И... И будет продолжать. Очень много всего сделано, на самом деле, даже сложно, наверное, все упомнить. Мы готовим к открытию сейчас новое пространство театральное в театре. Да, экспериментальную площадку будем делать. Ну, как будем делать, в смысле, она уже на... А в чем, как функционал, как уровень подготовки? Это будет маленькая сцена с небольшим залом на 30-50 человек. Вы хотите, да, что-то показывать? Вот, нет. Нет, на самом деле, мы будем все показывать бесплатно. А-а-а. Да. Именно вот на этом площадке. Мы будем делать там только то, что мы хотим, отрываемся, веселимся. Не в рамках муниципального задания. Не в рамках муниципального задания, да. Там 18+, и так далее. Ну, мы надеемся, что, да, будет какое-то веселье. И, возможно, что-то из этого когда-то со временем будет переходить на большую сцену. Это молодежь театральная? Ну, в первую очередь, да, конечно. Хочет экспериментов. Да. А поскольку за эксперименты платить же мало кто хочет. Ну, да. Не хочется же отдавать. Возвращаемся к альтруизму, опять же, мы уже сегодня проговорили. Ну, с него же всегда все начинается. А были какие-нибудь смешные случаи вот в 19-м году? Ну, в месс-сцене. Я не знаю, слова кто-то забыл. Да это уже постоянно происходит. Это так, да, забывали выходить на перестановки. Ну, это часто бывает. А бывали вообще случаи, вот, например, забыл, что в конце еще надо какая-то роль, и просто ушел там, не знаю. Нет, ну, на поклон все равно ты должен выйти. Нет, бывает такое, что ты сидишь там в гримерке, понимаешь, что у тебя там до выхода еще сколько-то времени есть, сидишь, болтаешь, болтаешь, слушаешь трансляцию того, что происходит на сцене, так сидишь, слушаешь, ага. Ну, что-то не хватает. Тишина, да? Черт, меня там нет. И все, и летишь на сцену. Ну, а ребята как бы импровизируют в этот момент? А куда деваться? Что, типа... Я себе представляю потом разбор полетов после каждого спектакля. Ты где был? Ты что там делал? А, ну, я, я, я сидел, ну, я думал, там, для меня еще далеко, а вы что-то так быстро сыграли. Ну, главное, чтобы актеры импровизировали, да, потому что бывает, когда, например, а Петр, да, кричат, его нет, не появляется. Они же как-то продолжают. Ну, конечно, да. Ух, это Петр опять где-то там запропастился. Да, и там, ну, расскажи тогда, Мария, ты, как у тебя дела? Как у тебя дела? Возможно, может быть, текст, знаешь его. Такие случаи-то у меня бывали, когда партнер на сцене у меня забыл текст, там, у него монолог в стихах, не буду называть фамилий. На всякий случай. Но он поймет, я думаю. И он говорит буквально две строчки, я по глазам понимаю, что он не знает остальных 12, он их не помнит, они у него вылетели из головы, и он мне так просто... Ну, что скажешь ты об этом? Такой, передал. Были такие случаи на КВН у нас особенно, когда играли в свое время, и там тоже мы выходили на сцену, и это всегда в зале видно, это смешно происходит, когда сидим, и у нас идет сценка, если я не ошибаюсь, это было, что якобы креативный чувак в тюрьме, и я пришел к началику тюрьмы, и я свои какие-то проекты предлагаю, что давайте, ну, чтобы у нас было... Интересный у вас КВН. Да, типа лакшери какая-то там, тюрьмы на заключение, и вот, давайте проект, чтобы весело нам тут жилось. И я пришел, и сидит начальник тюрьмы, и он сидит на сцене, и такой, он говорит... В это время все видит, я говорю, может, вы мне хотели сказать, что там у нас чефирная? Я вам ее пропомнил. Он такой, возможно, а что еще, как бы, я хотел сказать, и я уже за него как бы начинал этот текст договаривать. На каком спектакле ты бывал, Саша? Я был... Понятно, Женя побывал на всех, я думаю. Я был на Дивишнике. Да, стараюсь. Последний спектакль, который видел, Дивишник. Я был на Вишневом саде. На Алису не ходил. Кстати, про Алису мне очень много отзывов. Говорят, что очень хороший спектакль, Я сам на него не попадал, и хотел бы как-нибудь посмотреть. Он еще... Седьмого января ближайшая Алиса будет. Седьмого января? Уже седло. Да. А он как, тяжелый? Он для семейного просмотра. Там есть все. Да, там есть все. Там, да. И взрослые там найдут свои темы, на что посмотреть. И детям тоже очень нравится. И картинка, и персонажи веселые, и сюжет интересный. Ну, все-таки... Мы как с тобой разговаривали, что чтобы спектакль показать, там чуть ли не фуру надо, да, везти? Ну, да. Но она как бы ее везти-то не надо в данном случае. Она в театре хранится, вся декорация. Но там большие, я помню, двери, да? Да, декорации, конечно, там у нас монументальные. Это очень большой, крупный проект для театра, для любого. А для нашего театра, наверное, это первый такой крупный проект, который так получилось, что очень успешно был реализован. И до сих пор мы играем на аншлагах. Я, честно говоря, не знаю, можно ли у нас остались какие-то билеты или уже все распроданы. То есть надо поторопиться. Вполне вероятно, что да. То есть надо бы поторопиться. Евгений, спасибо, что забежал к нам. Я знаю, что у тебя плотный график. И было тяжело тебя... Любого актера перед Новым годом. ...перед Новым годом сюда вытащить. Много там и елок, и театральных постановок. У тебя уже вон там зрители пришли, ждут, думают сейчас. Сейчас, 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 подождите. Поэтому спасибо, что пришел. Мы с вами, дорогие зрители, прощаемся. С Новым годом вас. Хороших вам выходных. И приходите в наш театр на новые постановки, на сказки. Вместе с детьми торопитесь, билеты в кассе. Всем пока. До новых встреч, с наступающим Новым годом. До свидания. С Новым годом вас. С Новым годом вас.